Добрый день всем! Мы продолжаем наше изучение еврейских источников книги Равошерки «Бритшалом» о законах для внеинок. И, честно говоря, мы пока еще не добрались до практических законов именно. Несмотря на то, что мы уже не в предисловии, а на первой главе, тем не менее наше рассмотрение в основном касается более общих теоретических основ законов, но когда-нибудь мы доберемся до практических законов. Я думаю, что изучение основ очень важно для внеинок тоже, которые интересуются, откуда вообще все взялось, не выдумывали Равошерки все из головы. Просто формально знать, что это все опирается на то, что написано в нашей традиции, в нашем кудреце. И сейчас мы продолжим. Я сейчас, секундочку, открою файл. Вот мы сейчас, по-моему, если я не ошибаюсь, находимся вот здесь приблизительно на девятом пункте. Правильно, Андрей? Вы судите лучше, чем я. Прошлую мы, по-моему, не разобрали. Не разобрали? Пятый подошвы. А, это мы не читали, правда? Нет, нет, предыдущий пункт, восьмой, да. Да, восьмой. Извините, тут оказалось у меня две отметки неверные. Ага, все верно. Хорошо, что есть кто-то, что контролирует меня. Вот в восьмом пункте написано, если человек принимает эти заповеди, потому что признает истинное учение Муше, переданное через сынов Израиля, то его называют праведником народов мира, и он получает в мире грядущем удел вместе с народом Израиля. Между прочим, это как-то соотносится еще, может быть, с тем, что некоторые хотят выставить народ Израиля более достойным по какой-то причине. То ли из-за того, что у него есть лишняя душа, то ли потому, что у него есть будущий мир. Но, тем не менее, в данном случае совершенно то, что говорит в отношении мира грядущего, про который мы тоже не очень хорошо знаем, мало представляем себе, что это такое, тем не менее, их доля такая же, как и у ибреев. И, конечно, это тоже законы царей. Это у нас есть. Может быть, я это случайно не написала. Кама, можно вопрос? Что значит «вместе с народом Израиля»? Я думаю, что квадратами шуляют то, что раб Черкесия. А какая конкретная доля у каждого человека народа? Это вообще один вопрос. Я не знаю, что в одном и том же, будем говорить, в ведущем мире. Или у нас разные камеры там посадят? Потому что, во-первых, Нехама, у тебя интернет тормозит. Я думаю, что здесь слово «вместе» может запутать. Это подразумевается точно так же, как и народ Израиля. Это одно значение слова «вместе». А иначе можно подумать, «вместе» это рядом с народом Израиля, что может быть не факт совсем. Поэтому слово «вместе» сбивает с толку. Мне не кажется, что это обязательно где-то в отдельной камере. Ну, Маймонида так и написано, «вместе с народом Израиля». Вопрос о том, будет ли в грядущем мире деление народа. На этот вопрос, я боюсь, вообще никто не может дать ответ. А если дадут, то так же, как и раввина, отвечающая на вопрос. У меня действительно сильно тормозит интернет? А вопрос можно короткий, Нехама? Одну секунду. Знаете, я попробую что-то сделать сейчас, чтобы у меня… Сейчас будет лучше. Так вот, это мы уже отрывок читали, да? Законов царей. Ага. И там вот как раз возникает эта неоднозначность в переводе. Любой, кто принимает для себя выполнение этих заповедей, точно их соблюдает, относится к праведникам народа в мире и заслуживает свою долю в будущем мире. Доля в будущем мире. У каждого есть какая-то доля в будущем мире. А конкретно какая? У кого? Я не думаю, что это раба Шеркин имел в виду что-то другое, кроме того, что Маймонида имел в виду. Это применимо только тогда, когда он принимает их, исполняет их, потому что святой Белсавинан повелел им в Тарее и сообщил нам через Муше, наше участие, что потом ко мною было велено выполнить их ранее. Однако, если они выполняют эти вещи по доводам разума, он не называется Гертуша. На этом месте мы уже читали разные комментарии, мы не будем в это углубляться. Он не из праведников народа мира, а из их мудрецов. И в этом месте, а из их мудрецов, есть разночтение в рукописях, возможно, Рамбама. Всяк, в случае, некоторые приводят и не из их мудрецов. Может быть, я точно не знаю, может быть, там непонятно в рукописи написано. Но, во всяком случае, далее мы увидим, что, во всяком случае, Раф Шерки так читает, и так читает Раф Шерки, он даже пишет по этому поводу. А нет, я не помню, мы не читали Раф Шерки по этому поводу? Нет, нет, это дальше будет. Это дальше будет, да. А в данном случае, во всяком случае, мы прочли то, что пишет по этому поводу монет, а кроме того, есть еще некоторый отрывок, который переписывает Рамбама в качестве послания Рафа Хаздая Ливи. Есть разночтение по этому поводу, об этом мы тоже вникать не будем, но Раф Шерки считает, что это важное свидетельство, и что вполне возможно, что оно принадлежит Рамбаму. Это как бы письмо именно на эту тему. А по поводу того, что вы спрашивали при других народах, известно, что Всевышний требует служение сердцем. И все вещи следуют за намерением. То есть очень важное положение, что на самом деле, и мы это все чувствуем так или иначе, что то, что Всевышний от нас требует, это духовных качеств. Это, в общем, соответствует представлению Рамбама, что это важная вещь. И поэтому истинные мудрецы наши учителя сказали в отношении праведников народов мира, что у них есть часть в мире грядущем, если они достигнут того, что им надлежит достичь в познании Творца и приобретут хорошее душевное качество. И нет сомнений в том, что каждый, который приобрел правильное душевное качество и мудрость в вере в Творца, конечно же, он имеет долю в грядущем мире. То есть доля в грядущем мире – это как бы некоторая цель, одна из целей творения, которую люди, человечество должно достичь. И тот, кто справлялся с своей задачей в этом мире, то есть главная задача исправления душевных качеств, безусловно, невозможно отказаться ему в том, что он достигнет этой цели. Это то, что я понимаю, если будут потом, или есть возражения, или вопросы. Если это правда написал Маймонит, то это революция, то, что здесь написано на самом-то деле. То есть до этого Маймонит говорил, соблюдай семь заповедей своих, бна и нох, верь, что они от Машера Вейну, и будет тебе хорошо в будущем мире. А здесь добавляется, что не просто нужно соблюдать, а еще и намерение правильное иметь. Нет, это не одно и то же. Я, в общем, не уверена, что это одно и то же, скажем так. Он говорит, вот он в одном из себя, вот ты соблюдай, будь тебе хорошо. А здесь он говорит, очень важно, это совершенно другая как бы область, очень важно в смысле духовном, исправление человечества. Исправление душевных качеств каждого отдельного человека. Это важно, и логика у него такая, что поскольку это так важно, не может быть, что им не полагается мера грядущая. Независимо даже от того, конкретно какие-то юридические они совершили действия или не совершили, и от прочих подробностей. Поэтому сказали истинные мудрецы наши учителя, вы это все знаете почти, по-моему, что даже нееврей, занимающийся Торой Моше, подобен первосвященнику. И суть вещей в том, что назначение Торой Моше – это исправление души для Творца. если человек идет по тому пути, которым он исправляет свою душу, свои душевные качества, то он идет по правильному пути. Как сказал Давид, представляя Господь собой всегда, справа от меня не пошатнулся. И Моше прославлен именно за то, что Амужет от Моше был скромнейшим. И это завершение совершенства души. И также истинные мудрецы наши учителя сказали, что он был очень-очень смиренен. И случилось как-то, ну тут пример, я не знаю, стоит учтать, давайте прочтем про смиренность, что один мудрец, крупный философ, не говорится, что он был еврей, плыл на корабле и сидел в грязном месте. И тут подошел один из людей корабля и помочился на него в этом грязном месте. То есть, видимо, он его не обратил внимания. А тот поднял голову и промолчал. И спросили его, почему ты промолчал? И ответил он им, в этот момент определенно стало ясно мне, что моя душа находится на высшем уровне, потому что она вовсе не почувствовала никакой обиды от этого происшествия. И так же истинные мудрецы и наши теря сказали, то, что делает мудрость короной для головы, делает скромность пяткой для подошв. Как бы это некоторые типа притчи, которые говорят, что мне кажется, что мудрость может привести человека к исправлению его душевных качеств. Поскольку это завершение правильных душевных свойств. А философы говорят, что трудно найти человека совершенного душевных свойств и мудрости. Если находится такой, то его называют божиим человеком. И, конечно, такой человек находится на высшей ступени. И намерение Тары и мудрость заповеди в том, чтобы качество души было построено на вере в Творца. И поэтому сказано в Писании, как мудрый и разумен народ этот великий народ. И нет сомнений, что наши братцы и Ноах, и Адам не соблюдали все законы Тары. И они при этом не осуждены на гигиномах. Но, безусловно, поскольку понимали и познали то, что им принадлежало постичь, то они находятся на высшем уровне. Это не зависит от постов и молитв и оплей, которые совершают без понимания и беды, как в случаях, когда это только на устах, но не почков. Ну, в смысле, почки – это, видимо, разум. И важнее всего, что нет в этой мире ничего, чтобы не существовало вечно храма Всевышнего. Вот такой вот ответ. Дима, конечно… Это слова Вилинского Гаона, что здесь написано. А Вилинский Гаон совсем по-другому. Он в некотором смысле был противником Маймонина. Маймонин говорит, делайте заповеди, все будет у вас хорошо. А Вилинский Гаон говорит, нет, 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 подождите, вы делаете заповеди и обязательно улучшаете свои качества, потому что одно качество изменить – это подобно изучению Талмуда. То есть, условно говоря, Маймонид как раз аналист. Он как раз выступал… Я не видел такого у Маймонида. То, что здесь написано, это либо Вилинский Гаон, либо Рамбан написал, который говорит, можно быть исполняющим Тору и сволочью последней. Но на Маймонида это не похоже. То есть, кому это… Смотри, я еще раз сказала, есть по этому поводу разногласия, есть по этому поводу написаны статьи, может поискать. Есть, которые возражают, что это написано Маймонидом, может быть, из тех же самых соображений. Но я, тем не менее, думаю, что это не противоречит одно другому. Это… И спор между Скажем и Маймонидом, и то, что ты говоришь, что он противоречит этому. Вилинский Гаон – это не спор по существу. Не может быть, чтобы кто-то отрицал необходимость совершенствования духовных качеств человечества и человека в частности. Другой вопрос, как мы относимся к ситуации, когда человек делает все правильно, ничего не нарушает, все позитивно, а в душе у него там неизвестно что. Но, опять же, если взять, например, Шмуан Апраким, то есть восемь глав, предисловие Маймонида к Мишне Абот, он там как раз говорит о совершенствовании душевных качеств. Это его главная там задача, потому что это Мишна Абот, она как раз об этом и говорит. Это не галактическая, а наседательная часть Мишны. И там он совершенно под другой шляпой выступает, в Маймоне. Именно там он говорит о душевных качествах, о важности их совершенствования и даже дает, как известно, там рецепт, как-то сказать, программу, как способ, как человек может себя привести в правильное соответствие, избежать крайности и найти эту золотую середину. Ну, это кому интересно, надо изучать. Я не знаю, есть ли на русском. Теперь все, что угодно есть на русском, может быть, есть и Шмуан Апраким. Она везде есть на русском и даже нашего любимого Рао Йоны Левина, она два раза перечитанная в Шмуан Апраким. Ну, вот так. Ты же понимаешь, что эта идея не чужда совершенно Маймониду, это явно соответствует его представлениям о важности исправления душевных качеств. Но другой вопрос, что происходит с человеком, который их не исправил, но ведет себя тем не менее хорошо. На самом деле, и рецепт этого исправления, он тоже бихаверистический, по-моему, так это называется на умном языке, то есть поведенческий. Ты не ведешь себя... Ты знаешь, на самом деле, что хорошо, что плохо, но только ты привык себя плохо вести, ты привык быть жадным, например. А вот перейди в другую крайность, начни разточать свое богатство, сдавать его, ты поймешь, это тоже соответствует, это ничего страшного. Ты сможешь с этим идентифицироваться и после этого сможешь уже управлять своими страстями. Но это практически подход такой муманида, который считает, что таким образом можно исправиться. Может быть, это и может. Может быть, это во всех случаях. Так что я не думаю, что это ему, его подходы противоречат. С одной стороны, вполне возможно, что не важно, что у человека внутри, у тайного, он соблюдает все созавты. у него есть доля в будущем мире. Но когда он здесь разбирает это, он не соотносится вообще с тем, делал человек декларацию или не делал, со всеми другими подробностями, которые у нас перечислены в законах царей Мишне Тора, а вот он чисто умозрительно, чисто логически объясняет, почему не может быть так, чтобы мудрец, который действительно исправил свои душевные качества, чтобы у него не было доли в будущем. Все равно последний вопрос и идем дальше. То есть, если у евреев для того, чтобы получить Олам Аба, будущий мир, необходимо исполнять и необходимо в некоторые вещи верить, верить в Хиятам и Тима, в воскрешение из мертвых, верить в то, что Тара. То есть, есть некоторые вещи, скажем, сердечные, которые никто не знает и ничего не видит, как ты думаешь, что у тебя в голове. А есть вещи массы, делания. И я всегда считал, что у неевреев не так, как у евреев. То есть, для того, чтобы нееврею получить будущий мир, достаточно просто-напросто исполнять всем заповедей руками, ногами, языком. И они есть всем заповедебный ног, и они написаны в Аллахе, которая у Маймонида внешняя Тара. А здесь мы видим, Маймонид пишет письмо, наверное, это не Аллаха, где говорит, что, ну, в принципе, наверное, все-таки то, что человек нееврей дает в Даку, но, наверное, у него и намерение должно быть все-таки хорошее. И он быть еще и хорошим человеком с хорошими качествами. Будет ли нееврей, исполняющий всем заповедей, но абсолютно не соответствовать тому, что здесь написал. Ну, условно говоря, сволочью по жизни. Будет ли у такого человека мир, будущее и мир? Ну, это вопрос не засыпка, понимаешь, потому что я вообще на этот вопрос прямо уж так не ответил. Потому что здесь написано невозможно так на это ответить. Потому что в другом месте написано выполняется всем заповедей. Можно я как нееврей отвечу? Давайте, отвечайте как нееврей. Ну, вот как нееврей я лично не парюсь. Будет у меня удел в будущем или не будет? Я знаю, что есть семь заповедей. Я понимаю, что и знаю, что эти заповеди даны Богом через Маше. Вот. Они есть, и их нужно выполнять. Я понимаю это дело. Я живу здесь и сейчас стараюсь жить. Здесь и сейчас. А как Бог там решит, будет у меня вот дело, не будет, это его, на его произволение. в общем, я за это уже, раньше было страшно, когда я был христианином там, православным, и там, ой, да будет, не будет. А когда я начал разбираться немного и перешел, плюнул вот это все эти, и дал поклонство, мне это вот сейчас и с возрастом, видимо, еще, меня это уже перестало парить. Нужно же здесь сейчас выполнять то, что можешь. Я вас очень хорошо понимаю. И мне кажется, что поскольку, тем более, у нас никто точно не знает, что это за грядущий мир, это в данном случае просто для нас как некоторый показатель правильности жизни человека. И мы сейчас, собственно, обсуждаем, что важнее высокие духовные качества или правильное поведение, а что у него там внутри варится, какие у него духовные качества, это вообще никого не должно волновать. И насколько это одинаково для евреев и неевреев. У меня такое ощущение, что нет причины, чтобы это должно было быть по-разному. Когда человек приобретает вот эти высокие душевные качества, они для него качествами такими не кажутся. Он просто живет и все. Ему говорят, ох, ты такого уровня достиг. Другие говорят ему, ты такого уровня достиг. Он говорит, как я, какого достиг? Я просто так живу и все. Я согласна с вами. Просто если человек по своим качествам души хороший, скажем, попросту, он ведет себя хорошо, он не делает гадости, не нарушает заповеди, безусловно. Даже в тяжелых ситуациях, в ситуациях тяжелого выбора, скажем, морально. Он выбирает правильный. Это нормально. Мы спрашиваем наоборот. Вот если он ведет вроде бы себя правильно, а на самом деле в нем что-то таится нехорошее. Но этот вопрос, я думаю, что мы на него сегодня не ответим. Можно и на этот вопрос ответить. Если, допустим, бабушку перевести через дорогу, один, я говорю, пойду переведу, хорошее дело сделаю. А в другом начинается борьба какая-то. А я не пойду, я пойду себе мороженое куплю. Пусть она сама там корячится, как хочет. Ну, борьба и в том, и в том другом случае идет. Ну, на таком простом примере. То есть борьба идет в любом случае. Все непросто. Все в жизни непросто, да. Бывает, человек превозмогает свою дурную природу и ведет себя хорошо. А бывает, что он ее просто затаивает, и она в какой-то момент может проявиться. Короче, о случаях жизни мы можем, я думаю, много очень говорить. это не... Давайте дальше. Давайте дальше, да, действительно. Следующий пункт идет человек, который исполняет эти заповеди не потому, что верит в Тару, а в качестве рациональной или моральной необходимости считается мудрецом народов мира. Вот это вот то, то, о чем собственно и было в прошлом, что мы прошли в законах царей, и то, что сейчас мы увидим в Игрот Рая, то есть сборник писем Рава Купа. Я тут его тоже перевела, этот отрывок. Надеюсь, что он более-менее адекватен перевод. Отношение того, что писал Моэмонида о праведных народах мира. Кстати, если кто-то хочет получить текст на иврите, я могу прислать потом. что если они сделали это по велению собственного разума, то они не из праведников народа мира и не из их мудрецов. Он считает Рав Куп, правильная версия, а из их мудрецов, как мы это прочли, так же, как считает Рав Шер. А я склонен думать, что по мнению Моэмонида уровень, который у них есть, у них доля в будущем мире. Собственно, то, что я и говорил раньше, что это уровень некоторых, который человек достигает. А не то, что нас беспокоит, что со мной будет дальше после смерти. Это не очень высокий уровень. По мнению Моэмонида, доля в будущем мире – это не очень высокий уровень, несмотря на то, что это также большое благо. но поскольку даже злодеи и неучи Израиля удостаиваются этого, ну, как сказано в Мишне с Андреевиму, у всего Израиля есть доля в будущем мире, то с духовной точки зрения это низкий уровень. Если у всего Израиля, и фактически у неучи и большого праведника они этого достигают, то это ничего особенного. А Моэмонида полагал, что разумность успешна для человека еще больше, чем праведное поведение. Поэтому он полагал, что уровень есть, у них доля в будущем мире – это уровень праведников народов мира, не очень великих разумов, а принявших веру в простоте сердечной, исследовавших в прямом пути, так как приняли эти заповеди, что эти заповеди завоведуют им Всевышним. Но тот, кто своим разумом удостоился дойти до идеи семи заповедей церкви. Но он на самом деле мудр и полно разумения, и он считается из их мудрецов, поскольку уровень мудрости очень высок. Сейчас ты не будешь возражать, что это действительно соответствует подходу Моэмонида. Не стоит даже говорить, что у него есть доля в будущем мире, поскольку он находится на уровне святости, который следует понимать, как более полный, чем есть у них доля в будущем мире. Это Моэмонида, то, что сейчас чистый. Ну да, это Равкок, он понимает Моэмонида на самом деле, безусловно. И даже если понимать слова Моэмонида по простому смысле, то возможно слово свойство будущего мира, о котором говорит в своей книге, это особое свойство, преимущество божественного, преимущество святости, которое дается исполняющим заповедей. Но есть и другие уровни, которые могут быть даны за добрые дела. Но это не называется будущий мир, преимущество которых приходит от силы Тары и предназначено тем, кто принимает ее в святости веры, что не отрицает других уровней, которые нам обычно описывают философии. Это, так сказать, то, что пишет Равку. И, в общем-то, это очень на самом деле убедительно, на мой взгляд, что действительно для Маймонида высшая достоинство человека это разум, понимание, интеллект. И никак не может быть, чтобы он мудрецов, народов мира ставил их ниже. Ихам, то, что, может быть, я ошибся, то, что здесь написано, покритикуйте. Здесь я склонен думать, говорит Равкук, что те праведники, которые имеют удел в будущем мире, которые праведники народов мира, которые знают, что все заповеди, семь заповедей от Машера Бейну, у них уровень гораздо ниже с духовной точки зрения чем у мудрецов. То есть очень мудрецом быть. И я так понимаю, что тогда Равкук выступает за ту версию, что и у мудрецов есть удел в будущем мире. Да, об этом даже не стоит говорить. Этого уровня они достигли. Они приближаются к уровню связности, то есть более высокий уровень, то, что Равкук говорит. Мудрость он имеет в виду не то, что он чемпион мира по шахматам или лауреат Нобелевской премии, а то, что он в состоянии постичь божественную своему лауреат 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 тут мне кажется, будущий мир, он непосредственно связан с Торой. Это то, что мы говорили до этого. Будут ли они вместе с сыновьями Израиля в будущем мире? Да, потому что само понятие будущий мир, оно связано с Торой, которую передали сыновья Израиля. А то, что ожидает вот этих мудрецов по Равукуку, это какое-то совсем другое понятие. То есть оно тоже там, не знаю, духовным можно ли его назвать или каким-то философским или мудрость, абстракция, но оно просто, то есть оно не есть низкое, но оно просто не связано с Торой, поэтому называется по-другому. Ну и так же вот как бы Рафшерки говорил в этом уроке на эту тему. Вопрос только остается, что если у праведников будущий мир, то у мудрецов что-то другое. Какое-то... Рафшерки пишет так, есть у них доля в будущем мире? То есть, тем не менее, безусловно, есть. Об этом нет вопроса. как я понимаю, Василий Захаров, а у них есть что-то еще. Юра держит руку уже полчаса. Да, я хотел послушать его, но тут в лес. У меня такой вопрос. Имеет ли наша дискуссия практическое значение? Ну я понимаю, там Сократ, быть может, был мудрецом, кто там Платон, а сейчас, когда реально христианство с бедой, уже 2000 лет проповедуют 10 заповедей, неужели кто-то еще этого не слышал и должен такие уж огромные интеллектуальные усилия предпринимать, чтобы до этого додуматься? Мы же все это все знаем с пеленок, грубо говоря. Ну вот, когда речь идет о мудреце, которому нужно отказаться от христианства, потому что оно тогда не совпадает с одной из семью заповедей. И он должен дойти до этого своим умом. Я, например, так и дошел своим умом. Когда я христианство в православии принял просто на веру, потом, когда начались какие-то непонятки в этом, если какие-то противоречия, я-то пытался читать этих отцов святых и так далее, всю эту лабуду и, короче, пытался убедить себя тем, что они пишут. А когда начал сам исследовать, то есть я отошел от христианства и понял, какой идиотизм занимался многие десятилетия занимался буквально идиотизмом. То есть христианином можно быть только без ума. Либо фанатизм, либо по очереди бабушка была и так далее. То есть без ума можно быть христианином, но никак не от ума. Юрий, мне очень близка ваша история, но все же вы до этого сами дошли, или вы все-таки где-то на еврейском не слушали. Прошел я сам, буквально мне хватило. Я был в монастыре, жил в свое время там, был... Блестяще, блестяще. Потому что, короче, огромный путь я прошел, но когда начал изучать сам, начал изучать Иван... Практическое значение. Снимаю вопрос. Имеет, имеет, конечно, имеет. Ну, как бы, может быть, я хочу сказать, что практически мы нашли применение, это важно, да. Но кроме всего прочего, общее представление о важности вещей, вот то, что Маймонит считает интеллектуальное постижение безусловно важным, это мы можем с ним соглашаться, частично соглашаться или полностью соглашаться или не очень соглашаться и считать более важным какие-то другие душевные свойства, кроме... Но его точку зрения, безусловно, следует принимать во внимание, что вот эта мудрость в постижении божественного нельзя списывать со счетом, что она один из самых важных свойств человека. То есть он понимает, что есть много людей, которым все эти божественные философии и все их рассуждения как о душе, к примеру, или о мирах и прочее философского нет. Они далеке не человеку важно. Вот я соблюдаю один, два, три, четыре. Я хороший человек, мне мама так велела. Но кроме этого есть, при этом, даже если это от меня далеко, нужно уважать это и понимать, то есть, насколько я, насколько мне кажется, важность этих отрывков, которые мы прошли сегодня, это понимание того, насколько Маймонин большое значение придавал интеллектуальному достижению Бога, и каждый уже сам для себя решит, какое место ему отвести это в свою жизнь. У нас рука поднята, Юрий номер по очереди, по-моему, Юрий сначала первый, потом Сергей. Юрий уже говорил. Нет, Юрий. Я извиняюсь, я не понял, кто должен говорить, это Сергей. Ну, давайте, Сергей. Я прошу слово. Меня слышно? А, Юрий? Ну, хорошо, Юрий. Слышно меня? Да. Да вот здесь вот я выскажу свое мнение, ну, не знаю, оно правильно, нет. Вот в 13 принципах веры там есть один пункт такой проведения. Вот эти разговоры все, что я сам пришел, я не сам пришел, здесь, по-моему, неуместны. Это все проведение. Мне кажется так, что человек не может сам Это совсем другой вопрос. Я понимаю то, что вы говорите. Это совсем другой вопрос. И просто это было бы очень интересно обсудить, но немножко будет на сторону. В каком? Хорошо. В какой мере у человека есть свобода воли, в какой мере все определяется проведением, это просто немножко в стороне. Хотя, действительно, это связано как-то, но тем не менее. Они неуместны относительно 13 принципов веры, правильно? Но опять же, как бы, 13 принципов не обязывают Бен-Ноха относительно вот этой позиции Маймонида по мудрецам народов мира, насколько я понимаю. да и евреев там не все согласны, что они их обязаны. Еще у нас тут будут несколько, но я это не переводила целиком, эти 13 принципов веры, только то, что имеет к нам отношение, в смысле, с ссылками наши. Сергей хотел, чтобы он сказал. Да-да, Сергей. Можно, пожалуйста? Да, меня слышно сейчас? Да-да. Вы знаете, я, честно говоря, понял, может быть, чуть-чуть другим образом, я понял, что тут разговор не об IQ, да, идет, а о том, что человек, который своим умом дошел до исполнения семи заповедей, допустим, да, и выполняет их, он тоже молодец и имеет награду, но только в этом мире. А человек, который, в принципе, принял из-за того, что Бог ему сказал, да, это делать, ну, то есть, его волю, да, и это не зависит от IQ его. Он принял это и он выполняет, он имеет награду и здесь, и в будущем мире. Вот. Как бы, так я понял. Ну, вообще, как-то, мне кажется, имеется в виду как раз тот, кто, что, но они очень ценят способность человека дойти до понимания божественного и всем заповедям в частности входит как бы запрет поклонства, например, и так далее. И дал поклонство, поэтому это довольно высокий уровень человека, что он понимает, кто управляет этим миром, скорее всего. И если он до всего этого дошел своим умом, вроде как наш працан Савраам, то это совсем не низкий уровень, а наоборот, у него есть доля в будущем мире, во всяком случае, то, что так, как понимает Маймонеда Рафу. Ну, может быть, может быть. Он здесь дошел, он где-то жил совершенно среди капуазов. Ну, я так пример. У него не было возможности узнать Таруу и каким образом эти семь заповедей были переданы еврейскому народу и всему человечеству. через Бога. Но главная идея он постиг своим умом. Это очень высокий уровень. Так мне кажется. Ладно? Тут вопрос в этой жизни или после смерти. Мне кажется, это совершенно отдельный вопрос. Да, это тоже отдельный вопрос в этой жизни или после смерти. Грядущий мир это имеется в виду после смерти. Ну, в общем, как бы итог жизни человека. Можно понять, окей, там, делай хорошо и будет хорошо. человек, который дошел до того, что вот я не буду там убивать, воровать, прелюбодействовать. И он понимает, что когда он начал так делать, у него стала хорошая жизнь. Да, и все, и отлично. Но тут вопрос, а дальше что? если у него нету двеку-то, значит, семью с заповедями, с Торой, с Израилем, вопрос, двинется ли он куда-то дальше. Ну, я так понял вопрос Сергея и мне кажется, это... Это вопрос, да. Это на самом деле вопрос. Но это вопрос в той момент истории, я думаю. Ну, если скучно в этой жизни, можно найти себе занятия там, носки вязать или музыкой заниматься, еще чем-нибудь, что-то не скучно было. И доживешь так потихонечку до конца. Я, например, копаю, занимаюсь археологией. Но мне не скучно там. Ладно, давайте пойдем дальше тогда, если вы не возражаете передать. Ну, в общем, здесь есть ссылка, которую мы уже читали, перечислили семи заповедей. Семь заповедей таковы. Запрет одубоконства, запрет богохольства, запрет убийства, запрет прелюбодеяния, запрет воровства, запрет упрямления в их части от живого животного, установление суда. Это семь заповедей, и они, собственно, перечислены. Мы видели это несколько уроков назад в трактазе Сангедрин. Если кому-то интересно, подробнее, можно посмотреть там, как они выводятся, чисто формально, из стихов вторых. Дальше у нас приведенные выше семь заповедей составляют основу учения в Нейнох, однако оно содержит также много других разделов. Чрезвычайно важно для жизни приближение к творцу. Кстати, как Андрей говорил, приближение к творцу, Равшер считает, что это важно. Чрезвычайно важно. Как, например, изучение тары, молитвы, благотворительность, исправление дочеркных качеств и многое другое. Они также будут перечислены ниже книги Бритцова. И он там приводит ссылку на талмудическую энциклопедию в приложении к статье Я немного перевела из этого приложения и скажу потом, почему. Там сказано, что ссылки на другие статьи и также ссылка на трактате Макот, вы помните, мы уже его читали, в котором говорится, что Бен Нох это не еврей, который по собственной инициативе исполняет семь заповедей, которые заповедны Мнох. А Герта Ша это тот, кто принял перед Бедином. Это по определению Ридбах перед еврейским Бедином обязательства и соблюдения. Но простой бой, то есть не еврей, это не еврей, который не старается их соблюдать. То есть он всех не евреев делен на три категории. Есть Бен Нох, то есть тот, который не принимал никаких обязательств, но все соблюдает. Герта Ша, который сделал декларацию, выражаясь нашим языком. Но мы это читали когда-то перед Банком. А дальше там есть приложение по поводу 30 заповедей Мнох, и я прочту то, что он там пишет, вкратце. В тексте самой энциклопедии сказано 30 заповедей приняло себя Мнох. И к этому вот есть у нас приложение такое, в котором сказано 30 заповедей приняли на себя Мнох. Это из трактата Хулин. Я ссылки вставила в текст. Или в будущем примут на себя это в соответствии с Иерусалимским Талмудом. Там сказано, что тоже в трактате Хулин упоминается цифра 30. И в Иерусалимском Талмуде упоминается цифра 30, но там сказано, что они в будущем только примут на себя все эти заповеди. Однако сами заповеди не приведены. И это отмечает Раш в трактат Хулин. Там просто упоминается об этом. И в Ваводасара Иерусалимске тоже не перечислено. Однако Галон и Решуним, то есть Решуним это рыбинские авторитеты с 11 до 15 веков до фактически до Шульхана Руха. предприняли усилия, чтобы перечислить эти заповеди. И естественно, есть несколько разных списков этих заповедей. Ну, читать, интересно это или нет, я сами списки не переводила, если кому-то интересно, я могу их прислать. Никам, а что это за Талмудическая энциклопедия? Кто ее написал и что это? Это Талмудическая энциклопедия, она еще, по-моему, даже до конца не вышла, очень медленно она пишется. Это довольно крупные раввины израильские, очень она как бы энциклопедическая, то есть она охватывает всю как бы Талмудическую литературу, и как мы видим комментарии, и все, что около. действительно очень важная такая вещь. Энциклопедия, то есть это не критический, не исследовательский труд, а чисто энциклопедический, который перечисляется. Вот как мы видим здесь, это уже приложение, статья в Нейнох, в котором просто перечислили все, что в Талмуде, в комментариях сказано, в Нейнох. Ну вот про 7 заповедей. А вот 30 заповедей они вынесли в приложение, не знаю, какая у них была, видимо, идея. Какие конкретные, можете посмотреть, я никогда не помню имен, какие конкретно редакторы, какой коллектив этим занимается, это можно, могу прислать ссылку, в Википедии кстати есть, можно найти там подробности, если вас интересует. Но это очень такое вполне кошерное издание, скажем так, не что-то такое академическое, если это считать правым словом, академическое. Ну давай я вкратце перечислю. Равни 7 галл приводит 7 заповедей ног, то есть законы благохульства допоконца разрадков правительства и хищения тяжелого имущества и части живого животного. Он прибавил к ним заповеди, которые упоминаются в трактате Сангедрин. Я не помню, мы это может быть читали, может быть до этого не дошли, но там упоминаются еще заповеди крови живого животного, о скоплении и колдовстве. И в колдовство он включает все, что приведено в разделе тары о колдунах. То есть проводящий сына или дочери закон, кудесник, волхвы, как по-русски сказать, волх, волхователь, такое слово волх, гадатель, колдун, заклинатель, вызывающий дух в знахаре, упрощающий дух. И кроме этого он добавляет что там есть, скрещивание разных видных животных и растений на разных видах. И к этому списку добавились еще заповеди. Потом он еще дополнительно добавлял Раба Миссим, пока их число не стало 28. Вот те, что перечислили, только 20. По некоторым мнениям 30 заповедей это то, что было заповедано до дарования тары. И из дальнейших его слов Раба Миссим следует, что он выводит из стиха и заповедов также заповеди такие. Обязанность познания Всевышнего, служиться его и служить ему. То есть добавляется еще, получается, даже больше 30. по поводу этого Раба Миссима Магаона, я не знаю, то ли из-за того, что есть различные рукописи, есть разночтения, какие он еще заповедил. это я не уверена. Это по поводу Раба Магаона есть разночтения. Ладно. Раба Магаона писал, что мы находим ясно, что были у них эти заповеди. То есть у них умные ног, о которых пишет Тара до создания еврейского народа, такие, как принесение жертв, цитаты, понятность Береши, и принесение десятины, и либератного брака. И также очевидно, что Кайну и Эвелю было заповедано три заповеди, по крайней мере, которые они исполнили. Принесение жертвы скотины, принесение хлебной жертвы и освящение первенцев. В некоторых описях идет вместо первенцев еще и молитва. И далее жертвы поношить называется Бекурим первенки. Рашмоль Бенглаф не перечисляет 30 заповедей в собственный список издаем, а Равменахи Мазария Исфана также перечисляет 30 заповедей. И он объясняет, что 30 заповедей это частный случай, я думаю, что Равшель во многом на нем основывался, с 7 общих заповедей в Нейноах. То есть есть 7 заповедей, а от них ответвляются частные случаи, всего образуется 30 основных. В соответствии с его подходом он в своем списке упорядочил 30 заповедей в соответствии с 7. Вот это то, что у меня есть переведено энциклопедии. Если вы думаете, что важно посмотреть на списки, я могу списки перевести. Нихам, а по памяти скажи, вот Равменахи Мазария, он тоже в 30 включал кудесников, всяких, колдунов, заклинателей или нет? Надо бы смотреть. Ничего страшного, если нет. А по памяти я не помню. Хорошо, потом. Сейчас, одну секунду. Почему? Мне кажется, что дело вообще тогда не в конкретных заповедях, потому что просто разные дробления либо тех же семей, либо по Азарии. Радио Азарии. Должна быть Азария, да? Нет? У меня есть. Мавир Бээш, Кусэм, Манэ есть, есть. Есть тоже, понял. Куэш, да-да-да. Микошев, Куэш, 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 Да. Это все. Куэш, Куэш. Куэш, Куэш. Не видно? Я могу сейчас это сам. Если хотите, я могу, у меня есть и в файле. Если хотите, могу показать. Интересно, что Маймониц где-то писал, что существует 54 видов Абадызары, а нам тут запретили меньше чем 10. Значит, нам разрешены 44 остальные вида Абадызары. Это, наверное, я думаю, я не знаю. Наверное, это подвид. Нет, нет, это же мы читали у Маймонида, что о конкретных случаях Абадызары нужно спрашивать у еврейского народа в свое время. Помнишь, мы читали с тобой это место? Что там какая-то уже не считается Абадызару нигде. Все. Нужно спрашивать, что для евреев считается Абадызара в наше время. А, да, да, да. Это у Маймонида конкретно Мишна Турана. Вот смотрите, вот это вот у нас первое, алиф сверху. Это не очень хорошая фотография получилась, но главное видно, да, Абадызарапу и Худашем. А дальше идет первый пункт, а второй дальше идут все это Барвербешку, Сема, Монен и так далее. То, что я говорю. Хорошо? Вот. А то, что действительно по поводу Абадызарапу и Долпоклонства ситуация меняется, это действительно и в Талмуде так отражено, поскольку когда уже какой-то вид вот этого плоклонства в мире не существует, нет у него никаких поклонников, то он как бы ее нет, это никого не интересует уже. Например, в тот момент есть, например, байтальфа, например, синагоги, мозаики еврейские, на которых изображены разные боги, там, Гелиус, как это может быть, это перестало быть, это перестало быть богом, это осталось как символ, они изображены на то, что называется круговорот года, Гелиус там, где, по-моему, если я не ошибаюсь, в центре, поскольку это солнце, символизирует, а потом всякие там другие символы, поскольку в то время уже эти все боги не существуют, никто им не поклоняется, это перестает быть запретным, никого не интересует. Нихама, тем более эти мозаики красивые, они на полу у старых синагог, а люди, извините меня, ходят ногами по этим богам, доказательство того, что нет уже таких. Да, то есть это явно не для поклонения, но в период, когда актуально существовало это долбоклонство, даже хождение по ним, по мазаке, это тоже уже было запрещено. Любое получение какой бы то ни было выгоды от какого-то ни было долбоклонства, оно, в принципе, и время запрещено было. То есть актуальное долбоклонство, например, которое существует где-нибудь в Индии или, не будем касаться, более близких нам религий, безусловно, вот тут возник страшный гевол одно время, когда оказалось, что женские парики делают из волос, которые в Индии, не знаю, правда или нет, или это была какая-то выдумка или фейк, но был страшный скандал и шум и переживание. женские парики делают из волос, которые женщины в Индии жертвуют своим богиням. И, безусловно, как это не атрибут долбоклонства, еврейская женщина никак не может им пользоваться, использовать для своих нужд. Но есть способы, когда можно аннулировать это долбоклонство. если неевреи его аннулируют, то тогда оно перестает. Тут у нас возникает тогда непонятная вещь. Если мы говорили про этого мудреца, народа мира, который дошел своим умом без тора, без еврейского народа, но он же должен дойти также и до запрета идолопоклонства. Тогда откуда он узнает, что входит запрет идолопоклонства, если евреи ему не скажут? Я не знаю, практически, это же не о практике шла речь, а практически, наверное, действительно, ему надо уточнить. Не знаю, это сложный вопрос. Сложный вопрос, Энгена, все вопросы у нас есть ответы. Опять же, это нужно спрашивать и мемонида, то, что обе идеи от него. Ты хочешь вопрос задать более сложный. Может ли мудрец единородов мира, тот, который совсем далек от Торы, не читал ее ни разу, в руках не держал, раввина у него нет, интернета тоже. Но он зато хороший человек, он профессор, доктор наук, никого не убивает, животных любит, налево-направо раздает благотворительность, ну, просто пыль с него сдувает. Вот такой хороший человек. Как он может для себя написать Шульхана Ру? Представляете, сколько вопросов возникнет? И не только по воде заре. Можно ли сделать то, что часто задают своей кошке или коту, как это называется, обреза, лишаются? Стерилизация. Стерилизация. Вот. И один вопрос, второй раз, что-то кушать и так далее. Может ли мудрец народов мира без Торы дойти до этого всего? Я не понимаю, как? Нет, наверное, не может, но поэтому, если он дошел, это какая-то вау, это какое-то что-то потрясающее, вот об этом как раз Раф Кук или Маймонет говорит. На самом деле, это воображаемый, возможно, случай, как Авраам, которому там, да, две его почки сделали с его советником и все ему говорили как правильно. Откуда он вообще взял все, как говорят наши мудрецы, что он соблюдал там все законы, наши братцы и так далее. Откуда? Это все не рассказано, вторая не была еще данная. Ну вот, как-то у них была интуиция. Может быть, интуиция, разум, не знаю. Ну да, само понятие шурха на рук, то есть детализация законов, оно вытекает из Торы, соответственно, уже из прилепления к народу Израиля. А вот этот мудрец, да, если мы пытаемся его себе представить, это, наверное, что-то вроде Авраама, да, который, вот я чувствую, что мне не надо есть мясо, да, и вот я не ем мясо. Потому что он не знает, как оно, что оно должно быть там не отрезать часть от живого. Ну, это можно, это можно как раз, это более-менее все же разумное, какое-то требование. Часть от живого животного не отрезать, это как бы, можно понять. как же это можно отрезать часть от живого животного и есть жестокость животного. Но вот другие вопросы совершенно неочевидны, могут возникать. тут опять же вопрос с христианами, да, которые говорят, что мы тоже бы на инох, мы недолопоклонники, да, откуда мы знаем, что они недолопоклонники? Нам сказали современные раввины, да, все, соответственно, а тогда он может сказать, что я мудрец народов мира, то есть я недолопоклонник, по его понятиям, поскольку раввины ему не сказали, он их не слушает, вот можно его тогда считать мудрецом народов мира, тоже непонятно. Ну, я не знаю. Это идолопоклонники, вот, православие, есть там 13 принципов, догматов веры, это просто памятник идолопоклонствам, вот, это можно посмотреть, я не буду сейчас приводить их в пример, но это идолопоклонство, вот, вот, смотрите, насчет проведения и так далее, когда я занялся одно время, начал изучать колдовство, мистику, эзотерику, меня страшным делом потянуло в православие, когда я начал изучать, о чем же действительно говорил тот самый Иисус греко-евангельский, что за законы там, как они звучат у евреев, как они на самом деле, что они обозначают, и в меня я стал бы на иноах, понимаете, я понял, что такое идолопоклонство, я просмотрел все, в евангелиях, там есть такие, да сбудется реченный пророком, то-то-то-то, и дальше фраза из пророка, якобы доказывающая нечто, то, что было описано в евангелии, какое-то событие, когда читаешь ее в контексте, понимаешь, что это вранье все, пророк имел совершенно другое в виду, что все к христианам притянуто за уши, когда начинаешь размышлять что-то будет, но мы сейчас говорим о некотором абстрактном человеке, как это, абстрактный конь в актуме, не знаю, как это назвать, который не столкнулся с элгоизмом никак, и он знает только христианство, знает там то, чего ему научили, и он думает почему-то, что это не идолопоклонство, а при этом он, в общем, во всех остальных отношениях совершенно отвечает требованиям в НО. Ну просто воровать нехорошо, это не христианство. Это все правильно, но откуда он, как бы не знаю, может ли он своим умом дойти до истинности удовольствия, предполагается, я думаю, что может. Ну вот одно из противоречий, допустим, троица, так называемая. Мы согласны, понимаете, Юра, у вас были какие-то все-таки данные, возможность изучить иудаизм и сравнить, да, и понять, чему, понять истину, приблизиться к Всевышнему. А если у человека этого не было, вот вопрос. Если было, а он не захотел видеть истину, это понятно, что он не из Магридзов, наверное. А если у него не было? Но это вопрос сложный, понимаешь, Андрей, на этом, я думаю, тоже нет однозначного ответа. В конечном итоге на все ответы находятся в другом месте. Люди все разные, ситуации у всех разные, характеры разные. Мы говорим об общих каких-то принципах, а в конкретном случае, может быть, по-разному предполагаю. Нет, Юра как раз очень здорово сказал, что он как раз своим умом дошел, что вот это идолопоклонство. У меня, например, было не так. Я не видел никаких проблем в христианской идеологии, пока я не стал приближаться к Нейнох, и мне сказали, что это запрещено. Я перестал читать Новый Завет, хотя я не понимал, в чем там проблема. И вот тут все изменилось. Как раз у меня это произошло через того, что мне сказали, что это нельзя, хотя я не понимал. А бывает такой вопрос, что человек понимает сам, что где вот это идолопоклонство. Получается, что и тот, и тот путь уверен. Ну, наверное, да. Я думала, что ты говоришь о том случае, когда у человека нет возможности сравнивать или никто ему ничего не сказал. Никак. Нет возможности дойти своим умом, просто информации недостаточно. Я не знаю, может быть, такое тоже бывает. Но сегодня в смысле с интернетом такое уже, видимо, не актуально. Если есть, вот как называют пибли, там уже в книге собрано и Новый Завет, и так называемый, как называют, Ветхий Завет. Просто человеку нужно, вот у меня такое было, я говорю, прочитал выдержки из пророков, что они значат в Евангелии, какой им смысл придал этот бытописатель евангельский, и в контексте их прочитал, и смысл совершенно разный. То есть христиане за уши притянули все эти дела. Им удобно эта фраза, они вставили. Понимаете, вот это все нужно проверить, просто они верят ты не понимаешь, у христиан все это все есть. Они говорят, ты не понимаешь, тебя бесы искушают и так далее. И ты там в ад попадешь, и это, знаешь, это действует. Это очень действует психически на человека. Но нужно переступить через это и все-таки своим умом немножко поразмышлять над этим всем. Действительно ли стоит это видеть? Прекрасно, да. Ну, понятно. В том случае... Давайте я подытожу. Смотрите, как мы наблюдаем на наших глазах развитие, увеличение количества законов. И мне кажется, изобретение Рава Моши Вайнера, оно имеет место быть, и это правильно. Заповеди все равно остается семь. А законов, которые выводятся из этих заповедей, либо 30, как мы прочитали сейчас у мудрецов, либо 90, как написал Рав Моши Вайнер, либо 232, как написал Рон Лихтенштейн, величайший мудрец, ученик Рава Соловейчика. Мне кажется, что это не предел. Через лет 20 у нас будет уже тысяча законов внутри семьи заповедей. Как вы думаете? Здесь 310 пунктов, я считал. Это рекорд. Это больше, чем даже у Рава Соловейчика. В смысле, в книге нашей. В книге, да. Но Рав Ширкин немножко по-другому подходит. Кто-то читал в книгу, он не совсем так строит, как Ширка на руку или как книгу Рава Вайнера, мне кажется. Он разделяет обязательные для Внейноа вещи и желательные. Это очень существенный момент. Мне кажется, никто так до него не делал. Достойное поведение. То есть важные вещи, которые стоят себе, стоит их придерживаться. А законов может быть семь или там может быть тридцать. Можно посчитать, потому что в книге в книге в книге в книге разделены правила для Внейноа, как интерпретировать семь законов в том или другом случае. А кроме того, есть еще дополнительные вещи, которые называются достойным поведением. Кроме этого, есть еще вещи, которые бы на порогу может взять на себя исполнение, если бы это западе близко. Но это еще одна один вид. Хотите, чтобы мы здесь остановимся? Или простим еще? Я думаю, можно будет выключить запись и поговорить о чем угодно. Вопросы о жизни, о христианстве. хотите выключить запись? Как хотите? Тогда мы обращаемся ко всем, кто здесь не присутствует с нами в зуме, но слушает нас. Приходите к нам еще. И будем рады услышать вас тоже. И давай выключай тогда, Андрей, вас.